Всем привет! Вы на канале Наши жизнь в Америке. Your life is my life. И сегодняшнее видео посвящается и записывается тем, кто хочет увидеть Америку такой, какая она есть. То есть, снаружи, вокруг машины. И смотрите на воздух, под которым я люблю ездить. Да, это очень, скажем так, мы проскочили поворот ради того, чтобы проехать под мостом. Это очень знаменательный мост, можно сказать. В нем, вот в этой точке пересекается или 38, или 42 направления. Короче, в нем куча уровней, как вы видите. Куча входов и выходов. В общем, он очень интересный и очень известный. Ну, вон, сколько уровень. Сейчас мы едем по 110-му фри-вэю на юг. Это в направлении нашего дома, а дальше в направлении крупнейшего порта Лос-Анджелеса, который расположен в Сан-Пидро, в Лонг-Бич. У нас на канале есть видео немножко про этот порт, там, где я рассказывал, проезжал мимо него, над ним, по мосту, который сейчас действует и который рядышком строится, я там показывал. Кто не видел, сходите, посмотрите. Это видео, название что-то, я на Убер, а вы кататься, так называется. Мы чуть-чуть не проскочили наш поворот, поэтому так как-то не очень аккуратно повернули. У нас очень сильно испортились дороги. Если вы видите, очень много ям появилось. Почти пять лет мы ездили, я вообще так восхищался, такие дороги были классные. А в этом году, как пошел дождь, все поразмывало и стало очень много ям. С этими ливнями связано, когда были и опрузки, и, наверное, все-таки где-то что-то внутри. Подмывало дороги. Ну вот сейчас мы едем через городок Горде, она он называется. Если кто-то уже обратил внимание, конечно, там около фривэя не самые лучшие места. И улица неухоженная, и, в общем, апартаменты с решетками. То есть этот городок, если посмотреть, то снимать жилье здесь будет дешево. Но райончик не совсем дешево, да, но не так, чтобы совсем дешево бросывается. Ну, в общем, у него будет определенная своя криминальность. Криминальность это не значит, что здесь бегают все с пистолетами, стреляют и грабят вас прямо среди белого дня. Когда мы знакомились, как этот сайт называется? Трули. Смотрели, по-моему, на Трули мы смотрели. Смотрели всякое жилье там, районы и прочее. В общем, по-моему, там мы и прочитали, что криминальность района складывается, как я вам сказал, не только из того, что где-то кто-то бегает, стреляет, а из того, что где-то у кого-то сумочку украли, где-то разбили стекло в машине, украли магнитолу, где-то там в магазине что-то украли. Все это складывается, и вот чем больше сложится всяких вот таких вот криминальных сводок, тем ярче получается оранжево-красное пятно на этом районе. Ну, и, конечно, если улицы грязные, если на окнах стоят решетки, хотя вот билдинг слева очень красивый, новый построен. Ну, тем не менее, я говорю, если грязные улицы, решетки на окнах, значит, это райончик так себе. Но, с другой стороны, если вы без детей, то в таком районе вы будете спокойно жить. Ну, если вас, конечно, не беспокоит там решетка на окне или еще, претензии у разных людей разные. Вот, то есть, для проживания без детей этот район достаточно может быть нормальным. Ну, не обязательно вот здесь около фривая, то есть, проехать дальше туда в городка. Вот, а если же вы едете с детьми, то тогда, конечно, в таком районе селиться нежелательно. По той простой причине, что вам придется водить детей в школу. То есть, если район криминальный, то у школы будет однозначно очень низкий рейтинг. И, с другой стороны... Ну, Сереж, я могу с тобой поспорить, потому что, когда годика полтора назад мы собирались переезжать, думали о переезде, и я смотрела рейтинг школы в Торренсе. Я не знаю, правильно, как сказать, это типа Торренс, старый город. Да, есть такая часть старого города. И там в школе рейтинг тоже так себе, ну, по-моему, 8, но у нас просто 10 из 10 лет. Зайка, ну, 8 это не так себе, это хороший рейтинг. Ну, когда я почитала отцы в родителя этой школе, я поняла, что мы туда не переезжаем. Потому что там писали, ну, реально, или это у людей так уже совсем такой вот случай, они выплеснули. Там было много отдых на тему того, что буллинг в школе есть, на тему того, что по цвету кожи есть проблемы с детей. Ну, это когда, ну, травят, обижают. Когда издеваются дети над детьми, по-русски говоря. И мама девочки пишет, там вообще такое она письмо написала большое, что она пишет, что она обращалась, ну, вначале, как бы, если какая-то проблема в школе есть, ты ее решаешь с учителем, учитель не решил, ты идешь к консультанту, консультант не решил, идешь к директору. Директор не решил, идешь в дистрикт. Так вот, директор там вообще ничего делать не хочет в этом плане, ну, со слов этого письма. Помочь она не смогла разобраться в этой ситуации, и они решили сменить место жительства и переехать в другую, ну, скажем, в другой район, в другую школу, чтобы не ходить в эту школу. В общем, да. Там не одна была мама, которая писала про то, что буллинг в этой школе есть. Вот тебе и благопоручный район. Да. Ну, не район, а нас же считается школьный дистрит благопоручным, мы живем в Торренсе, Торренс хороший был. Ну, кому-то что-то не понравилось. В целом, восьмерка стоит, восьмерка это хорошо. Значит, сейчас мы вернемся еще к школу и к ревью к школам. Вот сейчас с правой стороны у нас начинается гольф-парк, то есть слева, вот, например, на некоторых окнах стоят решетки, а справа гольф-парк. Гольф-парк это, ну, в общем, это занятие не для бедных, скажем так, и не для криминальных слоев. Ну, хотя, каких криминалов может быть. Ну, то есть, контрасты, они есть во всем, везде можно жить. Да, вот сейчас начинается хороший жилой массив. Он с закрытой территорией будет. Ну, мы уже это знаем, потому что знаем, как они выглядят. Просто, что хотел я сказать, вот, дополнить Марину про ревью. В Америке очень развито вот это вот написание различных отзывов, различных ревью на работы, на службы, на организации. И порой организация может быть хорошая, но она может очень пострадать сильно из-за того, что кто-то остался чем-то недоволен и оставил плохой отзыв. Поэтому, конечно, отзывы желательно читать, но совсем слепо верить в них нельзя. Конечно, выбирая школу, надо смотреть и отзывы, и рейтинг, который поставлен, ну, кто его там ставит, я не знаю, дистрикт, район там, кто-то его ставит. Но рейтинг, как я понимаю, он складывается из того, какая успеваемость у детей, как они проходят вот этот ежегодный тестирование. Я забыла аббревиатуру этого теста. Он из всего этого складывается. Ну, хорошо, можно, допустим, запереть ребенка в школу с рейтингом 9 из 10, но при этом ты прочитаешь кучу ревью о том, что там буллинг, шмулинг, да, и что твой ребенок будет хорошо тесты по математике сдавать, и при этом, блин, каждый день мучается. Травить его будут, это плохо. Ну, вот у нас есть такой, скажем, опыт нашего знакомого, который, я не помню, в штате Массачусетс, наверное, устраивали детей в школу. Он рассказал нам следующее, что они пошли, сходили в три школы, побеседовали с директором, все школы посмотрели, и потом они уже выбирали из этих трех школ, где им понравилось. То есть, вот, они почитали, посмотрели, лично побеседовали и выбрали. У нас получилось так, что наш друг, ну, давай к тебе. У нас получилось, что мы приехали, мы сняли апартмент, мы не изучали школы, ничего, мы сняли апартмент, и потом пошли детей, еще устраивали школы. У нас получилось так, что мы изучали районы, школы, мы рассматривали вариант покупки дома, потому что мы видели очень дешевые дома, которые бы мы могли, например, приехать и купить сразу. И думали, блин, как это здорово. В общем, у нас были какие-то наметки, какие-то предположения, какие-то соображения. Но когда мы приехали, нас встретил наш друг, за что ему большое, огромное спасибо. Красиво нас вселил. И сказал, ваши дети будут ходить в эту школу. В эту школу, в школу Виктори. Вот, он сказал, это замечательная школа, прекрасная. Но, так как учебный год уже начался, наши дети не попали в эту школу, а попали в нашу Анзоэлементарийскую. И мы такие, в общем-то, даже где-то и подрастроены были. Потому что мы были настроены, уже мы прямо представляли себя там. Да. Его сын там отучился. Это тоже школа была 10 из 10. Да. И одна из лучших, так сказать, в дистрикте. И тут мы приходим, а нам говорят, что краски укомплектованы. Мест нет? Укомплектованы. Вы можете пойти в Анзоэлементарий и, говорит, когда у нас освобождается место, мы вас забираем. Типа в середине учебного года. Да. Вы наши, мы вас заберем. Потому что мы по зип-коду принадлежим к ним. А если по индексу, по-русски говоря. А если место не освободится, то мы вас... Летом заберем. Заберем после учебного года. В общем, они были настроены нас забрать. Мы настроены переждать тут какое-то время. Перекантоваться. И романуться в свое. Потому что морально уже, когда ты к чему-то готовишься. Но когда мы пришли в Анзоэлементарий, нас окружили таким вниманием, такой заботой. Ну это просто не описать словами. Вот буквально на прошлой неделе мы стояли с мисс Маркс, разговаривали. Какой возник вопрос. Я говорю, мисс Маркс, вы знаете, что мы, говорит, тут новые мигранты понаехали. Я говорю, мы не знаем правила. У нас Антоша заканчивает пять классов. Как в шестой класс? Мы должны какие-то документы делать. Как будет проходить вечеринка? Она стоит, она разжевывает это все. Я ей говорю, блин, я так волнуюсь. Я, наверное, буду плакать, когда будет последний этот танец в школе. Она заплакала. Она говорит, я тоже буду плакать. Я так буду скучать по Антону. Понимаете, ну это невозможно как-то, наверное, передать, если ты это вот сейчас опять спрашиваешь. Когда ты это, ну, не переживаешь. Это надо видеть, это надо, это не передашь словами. И, в общем, нас так, мы полюбили школу. Школа нас очень хорошо тренировала. Мы единственная русскоговорящая семья в этой школе. И к чему я это... А, и пришло письмо, что Викторе рада нас забрать. Да, то есть это возвращаемся на год назад. Ну, это было спустя 7 месяцев, как мы... Короче, подходил к концу учебный год. Да, мы уже понимали, что все, это наша школа, это наши... Мы еще не понимали, нам школа очень нравилась, но мы еще не знали, что нас могут забрать. Вот. И тут приходит письмо, что мы вас, типа, уже готовы принять, для вас есть место. И мы начали думать, что мы-то не хотим. А мы-то начали уже волноваться, мы-то уже и не хотим в ту школу, нам как бы уже и в этой больше нравится. Вот. Ну и вот тогда мы пошли, зарегистрировались с опозданием. Мы пришли... Но мы просили... Мы пришли в школьный дистрик, начали объясняться что-то. Она такая... Да, да, но я по лицу вижу, что она меня понимает примерно, ну, вот как я бы сейчас поговорила, я не знаю, с каким микробиологом моего проблемы. И тогда мы пошли, сделали по-другому. Мы пришли в нашу школу, и я начала объяснять мисс Маркс, что мы не сделали эти бумаги, чтобы остаться навсегда в вашей школе. Это называется... Энролмент, по-моему, да. Да, и я и прочитала правильную речь на то, что мы не викинги, просто в Викторе школа у них символ викинги. Говорю, вы понимаете, а у нас орлы. Я говорю, мы семья орлов, у нас, говорю, мы в душе, говорю, мы орлы. Наш дух такой, говорю, возьмите нас, и все, она там тоже смеялась, и, в общем, по итогу она говорит, не волнуйтесь, я свяжусь с дистриктом, типа, и мы оставим вас у нас. И все. И нас оставили в той школе, да. Всегда, и мы уже, это считается наша, как ее называют, хоумском, наша домашняя школа. И у нас была летняя школа первый год, мы ходили в Викторе, потому что летняя школа проводится в одной школе, собирается несколько школ. И нам та школа не понравилась. Она мне понравилась по одной причине, потому что в нашем понятии лучшая школа в мире это Анза. И уже другая школа нам не понравилась. Я сейчас хочу сказать, просто даже вот внешне, мы ее уже как-то не воспринимали, она нам не нравилась. Дело в том, что наша школа построена и облицована, скажем так, как это сказать. В общем, наша школа светлая. Она построена и облицована светлыми материалами. И когда мы пришли в Викторе, мы увидели школу из красного кирпича. И, в общем, это был такой темный, тяжелый цвет, красный, такой не красный кирпич даже, а я бы сказал, наверное, бордовый такой больше. А для меня кажется, Котик, что мы уже все, мы перестроили, если бы нас сразу взяли Виктори, да, мне кажется, мы бы тоже ее так же любили. Возможно, возможно. Но возможно и невозможно. И, в общем, мы ее уже, вот я, например, ее внешне даже не воспринял, как-то так вот, и не хотелось, конечно, переходить. Как Сашу ждали в школе. Сашу в школе ждали, да? Так его, я не знаю, родственники, они так бы в гости ждали. Сегодня. Мы все время, я же детей все время вожу, ну, первые годы я одна водила, потом с Сережей мы стали водить, потому что с Сережей другой график работает. И каждый раз, ну, Саша себя чувствует уже там, чувствовал себя, как вся дома, его все учителя с ним знакомы. Он уже всех знал до того, как пошел в школу, и, возможно, это даже поблагоприятствовало тому, что он очень легко пошел в школу. Он уже сам, он уже сам хотел туда идти, и он там всех знал, и ему, как бы, очень легко. И так интересно, миссис Маркс, там, в сентябре, ну что, ну, в этом году он готовый идти в Тикей там? Я говорю, да нам еще только три. Ой, ну ладно, будем ждать. Плюс мы же участвуем в школьной жизни, мы там где-то волонтерим на все эти, ну, в общем, короче, мы уже полчаса разговариваем, а люди смотрят в стиле. Мы уже сюда разговариваем, мы потом переключим камеру. В общем, это так, так это все необычно и интересно. Хотели рассказать, как выглядит район, а рассказали, как в школу пошли. В общем, смысл в том, что подведем такой краткий итог. Если вы без детей приезжаете в Америку, вам подойдет практически любой район. Будет удобно то место, от которого вам близко, скажем так, на первую работу или на основную работу. Мы же не знаем, кто как будет, у кого как будет складываться. Но удобно, когда на работу добираться не надо, например, час. Потому что вот я ездил, обычно выезжал за час, мне надо было ехать 19-21 милю где-то, чтобы приехать на базу. Это и время, это и бензин. Но самое главное даже не бензин, а время, потому что тебе надо раньше вставать. Тебе придется позже ложиться. Тебе хочется побыть дома, а тебе сейчас в дороге. А если ты, опять же, возвращаешься, ну вот как у меня был день ненормированный. То есть я мог попасть в хорошее время, не попасть в трафик, приехать за полчаса. А мог попасть в трафик, приехать за час. То есть самое дорогое, это даже не деньги, а время. Я думаю, что это даже и в Беларуси. Но в Беларуси как-то так время не ценилось. Там больше встает ценность денег, наверное. Мы об этом запишем отдельное видео. Потому что у нас даже дочка сказала, что у нас как-то зашел разговор. И она спросила, типа, когда мы сможем там вместе куда-то что-то пойти. И в общем она сказала, что-то мы спрашивали, что бы ты загадала или что она загадала время. А мы, тогда у нас какой-то праздничный обед был, и мы произносили какие-то вот там... Не-не, это мы ехали в машине. А мне кажется, это она... Мы ехали в машине, и в общем я просто был удивлен, что... Ей 9 лет, и она понимает ценность времени, что время на все, все время не хватает. Надо учиться, надо работать, надо спортом заниматься, надо какой-то другой активностью заниматься, надо где-то кому-то что-то помогать. И в общем для меня это было шоком, когда ребенок в 9 лет хочет, чтобы было больше времени, а не игрушек, например. Но мы опять ушли от темы. В общем, смысл в том, что если вы без детей, практически любой район вам подойдет. Не надо смотреть сильно на криминальность, загоняться, никто с ножом за вами бегать не будет. Это 100%. Но если вы с детьми, тогда надо выбирать район, чем дальше от даунтауна, тем лучше. Это мы уже вам можем давать совет однозначный, потому что, как я люблю говорить, мы не даем совет, мы не призываем к каким-то действиям. Но в этом плане это совет однозначный. Чем дальше вы отъезжаете от даунтауна в любую сторону, в любую сторону, неважно, к океану или вглубь материка, район будет становиться только лучше, лучше и лучше. В сторону океана он будет становиться более сухой и более пальмовый. В сторону материка он будет становиться более жаркий и более зеленый, привычный в плане Белоруссии, постсоветского пространства. То есть это пойдет такая зелень, деревья лиственные, а в нашу сторону идут елки, сосны и пальмы. Как-то так. Уже в горле пересохло. В общем, кому интересно, смотрите вот такие видео про дорогу, потому что хотели показать дорогу, а случайно рассказали. Потому что оно так, понимаешь, оно так легче, чем когда, ну все, давай говорить вот про что-то, да. И начинаешь говорить, но мне кажется, гораздо лучше, когда вот рассказываешь, а оно в процессе что-то рассказывается. И как мы вам говорили, мы рассказываем без сценария. То есть, если мы едем с колледжа, да, есть не сценарий, а как это сказать, есть тема, что это будет колледж-влог. Если мы едем в магазин, то значит это тема колледж, то это тема магазин. Ну все, уже заговорился. А вот если едем по дороге и хотели показать дорогу, то это просто вот болтливое видео. Было приятно с вами поболтать. Все, всем до встречи, всем хорошего настроения. Вы были на канале Наша жизнь в Америке. Не лайф, это мой лайф. А пока вы досматриваете этот влог, генерируется новый о том, как мы сейчас идем в Костель бизнес-кентр. Скупать продукты, а то, что вам месяц, и мы его потрашили изрядно. Бай-бай. 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 Продолжение следует...